Россиянка, которая прославилась тем, что очень не хотела уезжать из Крыма, показала свою жизнь в родном Новом Уренгое. Этот город расположен практически у Северного Полярного Круга, поэтому в середине марта там еще лежат сугробы. Она также рассказала о местных рынках и пожаловалась на крайне высокие цены. Из-за этого продавцов там намного больше, чем покупатели, а продукция подолгу остается на прилавках. Собирается ли эта женщина снова в украинский Крым и почему в родной стране ей не нравятся условия жизни, расскажем в сюжете. Ребята, это Крым, Алушта. Здесь тишина, спокойствие. Не бойтесь, едьте, отдыхайте. Мы здесь на таком расслабоне, вы даже не представляете. Это, наверное, единственный отдых у меня, где я полностью расслаблена. Я себя здесь чувствую, как у себя на даче. Вот такое вот ощущение, что я где-то у себя на своей даче, на своей территории. Ребята, так уютно, так по-домашнему. Это видео для своего микроблога россиянка Светлана в украинском Крыму записала летом прошлого года до взрывов на аэродроме в Новофедоровке. Светлана сильно перепугалась из-за детонации. Вместе с семьей в панике и слезах она отправилась домой, в Россию. Вообще не хочу уезжать из Крыма из Алушты. Как здесь классно. Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему. Ролик стал вирусным, а образ женщины – мемом. Вообще не хочу уезжать. Ну ладно, мы бомбим Украину из Крыма. Все говорят, что это произошло из-за неосторожного курения. Ну вот скажите мне, ну что в Крыму можно было такое курить, чтобы аж 10 самолетов взлетели на воздух, даже не взлетая? По телевизору говорили, что ПВО нас защитит, что у нас самое надежное ПВО. Живет героиня видео в Новом Уренгое, городе у Северного Полярного Круга. Мы сейчас еле трянулись, телефон поставила. Представляете, колодки за ночь примерзли. Вот вам, друзья, и мордок. Надевайся импорток, как говорят. Холодина страшная, ветрищи. Несмотря на яркое солнышко, мы вот как тепло одеты. Смотрите, сугробы выше человека. Не знаю, как в других регионах, но у нас жуткий холод. Вот так у нас работает муниципальное хозяйство. Как в ваших городах, ребят, очень интересно. Женщину возмущает не только погода и работа коммунальных служб, но и цены на продукты, которым она поражается. Об этом блогер рассказывает в своих новых видео. Как бы не каждый может себе позволить здесь что-то купить, потому что дорого действительно. Оно все такое заветренное, уже высохшее. Во время похода в супермаркеты и на рынки Светлана вместе с мужем Константином выбирают самые дешевые товары. Другого позволить себе не могут. Вы когда-нибудь об этом задумывались? Где дешевле? Многое уже стало дефицитом, жалуется пара. Бери больше. Я беру три штуки, потому что по съедке по 120 рублей. О, кстати, бумага туалетная вот эта. Обалденная. Запах! Бомба, ребят. Целое состояние оставляем. Это вот на пару раз сделать салатик. Также сторонники вторжения России в Украину рассказывают о других аспектах жизни в их стране. Нас кинули с айфоном. Мы едем из МВИДЕО. Будут производиться средства для посудомоечных машин, таблетки, порошки, ополаскиватели. Ролик с истерикой по поводу отъезда из Крыма жительница нового Уренгоя из своих соцсетей удалила. Полуостров, судя по всему, она посещать больше не собирается. Настолько все душевно, по-домашнему. Субтитры создавал DimaTorzok